Всем привет! Добро пожаловать на канал ProBlog.TV и в Кремниевую долину. Меня зовут Вика, а рядом со мной Сергей Петров. Он сейчас работает в компании Tesla. Привет, Сергей! Привет! Расскажи историю, как ты пришел в программирование и по каким критериям ты выбирал язык программирования, который изучать? По образованию я инженер-механик, закончил университет, Кубанский государственный технологический университет, город Краснодар. Ты там работал, да, после того, как закончил университет? Да, работал я много где, ну, работал механиком. Пришел я в программирование, потому что понял, что механиком я быть не хочу, и надо что-то учить. Вот выбрал программирование, начал учить язык C++, но быстро понял, что слишком тяжелый язык, и переключился на C Sharp. Как бы причины, почему я это выбрал, потому что, ну, я был на Windows в то время, и как бы такая технология майкрософтовская. Сейчас бы, конечно, я уже выбрал что-то другое, но на тот момент некому было подсказать, и как-то, само собой. Но это было в каком году приблизительно? Это где-то было в 2014. В 2014? То есть ты не так давно в программировании? Какие ресурсы ты использовал? Ходил ты на какие-то курсы оффлайн или онлайн какие-то брал? Нет, я в основном это видеоуроки на YouTube. Достаточно много есть уроков на русском языке по программированию на YouTube, и с этим проблем нет. Надо просто смотреть и пробовать, ну, что-то практиковать. Как ты нашел свою первую работу? Это было сложно? Ну, где-то учился я сам где-то месяцев 9, и потом я стал искать работу. Сделал себе резюме, повесил на HeadHunter, но так как опыта у меня было ноль, никто меня брать не хотел. Вернее, нашлись две компании, в которых я интервьюировался, но оффер мне не дали, скажем так. И я просто позвонил, когда мне отказали, я позвонил этому человеку, который меня интервьюировал, и сказал, возьмите бесплатно. Я приеду там в Москву, в Москве была работа. Ну, они сказали, ну, приезжай, бесплатно приезжай, так устроился. И насколько долго ты работал бесплатно? Ну, один месяц бесплатно, потом мне предложили там уже, скажем так, минимальную зарплату. Ну, я мог уже платить за жилье там в Москве. Ну, начинал я с маленького, да. Ну, это очень крутой опыт, мне кажется, потому что не каждый решается поработать бесплатно, однако ты сейчас... Ну, я как бы видел этот путь, почему нет? Я не пожалел, тем более такие возможности. Вот я приехал в Америку, и здесь как бы востребовано это. Ну, расскажи немножко о том, чем именно ты занимался, вот когда работал в Москве, что это был за проект? В Москве было несколько компаний, где я работал. Первая компания была, ну, просто как бы аутсорсинговая компания для российского заказчика. Да. Вот, занималась она веб-сайтами для Mercedes-Benz в России. Начал я с этого. Потом... Потом уже я сделал себе виду американскую, приехал сюда как турист, посмотрел, и... Ну, так получилось, что мне пришлось вернуться, и я уже начал искать работу другую какую-то, которая больше по деньгам была. Тоже в Москве, да? Да. Ну, было несколько компаний. Последняя компания Brightbox. Делает она Connected Car платформу, ремота. Такой стартап. Недавно продался. Хорошо. Ты оказался в Америке и начал искать работу. Во-первых, ты ее стал искать удаленно или на месте? Я начал на месте, потому что я приехал сюда, у меня был, так скажем, источник дохода здесь. Не пришлось мне нелегально работать. Вот. И потом, когда я получил разрешение, начал искать. Сделал тоже американское резюме, начал вывешивать его, но, скажем так, заняло два месяца у меня найти первую работу. Ну, это, кстати, неплохой вариант, неплохой срок. Были ли у тебя какие-то сложности вот с резюме, с поисками работы, с какими ты сталкивался? Ну, были сложности во всем. Были сложности с резюме, потому что оно сильно отличается от российского формата, скажем так. Требования к резюме сильно другие. Пришлось это, так скажем, изучать этот вопрос, чтобы сделать резюме хоть какое-то соответствующее американскому рынку. Сложности были с английским. Я приехал практически, я не говорил. Я сейчас плохо говорю, но тогда вообще это было ужасно. Ну, я звонил, мне звонили рекрутеры, я как бы на заученных фразах им отвечал. Ну, как-то вот так. И так проходил собеседование с рекрутерами? Да, то есть первое собеседование я просто не мог ничего понять, потому что тут не просто даже английский, а тут индийский английский. Ну, да, часто рекрутеры. Вот, и... Ну, были проблемы, да. Ну, хорошо, ты там оттренировался, написал себе ответы. Потом дальше были телефонные собеседования, технические. Да, были. Сколько ты прошел собеседований, ну, на скидку? Много, мало там, не знаю, прежде чем получился первый оффер? Несколько интервью технических по телефону, в том числе компания Microsoft и другие там известные компании, но нигде я не проходил. Вот, и было одно интервью в офисе. Я очень удивился. Меня 10 часов интервьюировали в общей сложности и не взяли. Я тогда сильно расстроился. Ну, как оказывается, это нормально. Ну, 10, наверное, многовато, конечно, но... Ну, много людей просто. Оно как бы весь день практически длилось. Получил ты первый свой оффер. Это была какая компания? Чем она занималась? Это была компания Santa Clara, компания Somnaware. Это стартап медицинский. Расскажи поподробнее, чем они именно занимаются. Они занимаются, если по-простому, то они занимаются разработкой программы, которая собирает данные с устройства медицинского и отсылает их на сервер для дальнейшего анализа. А сколько ты проработал в этой компании? Два месяца. Два месяца всего. Почему ты решил уйти? Ну, искал что-то большее. Там длинная история. Ну, как бы я уже устроившись... Ты продолжал искать работу. Что-то лучшее. И ты получил оффер из компании Tesla. Да. Ну, давай поговорим о рабочем процессе в Tesla, потому что компания очень известная, интересная. Расскажи о том, как проходили собеседования в Tesla. Они достаточно стандартные для американской компании? Ну, они больше стандартные, как для русской компании. Правда? Потому что я вообще спал в 7 часов утра, мне позвонил рекрутер, я не хотел брать трубку. Но что-то меня заставило ее взять. Мне сказали, у вас интервью на 10 утра сегодня. Я им говорю, я в 10 утра на работу иду. Я не могу. Они... Ну, ладно. Потом я перезвонил... А, ну и сказали, компания Tesla. Ну, я повесил трубку и дальше спать. Ну, потом перезвонил, сказал, давайте пойду. Приехал туда. Было интервью такое, скорее, нетипичное для американских компаний. Скорее, вот, для российских компаний. Тут спрашивали по технологиям, никаких алгоритмов не спрашивали. И, в общем-то, я на все эти вопросы мог ответить легко. Потом два интервью с менеджерами и все, мне сказали, мы вам позвоним. Ну, позвонили, потом сказали, вы получили эту работу. Здорово. Ты сейчас работаешь там около 8 месяцев. Да. То есть, уже кое-что там знаешь в компании, видел, понимаешь, как устроен рабочий процесс? Задачи ставит бизнес. Задачи ставятся не очень четко, поэтому есть такой процесс, как груминг. Надо, как бы, уточнять постановку задачи. Там участвуют программисты и тестеры все. Задачи ставят тикеты и потом уже они реализуются в ходе. Давай поговорим о технологиях, которые используются в Tesla. Ну, зависит от проекта. Проектов много. Ну, в твоем конкретно проекте. Давай сначала о твоем проекте в таком случае. У нас проект приложения для сервисного центра, для сотрудников сервисного центра, который вот человек приехал на сервис, его надо принять звонок, записать куда-то. Значит, потом, когда машина приехала, это тоже, оприходовать, скажем так, заказать детали и потом в конце выписать человеку invoice. Вот, как бы, наше приложение объединяет все вот это. Я использую C-Sharp, .NET, NGS и очень много интеграции с существующими проектами, поскольку у Tesla много проектов и надо и с тем интегрироваться и с этим. Как много человек у вас в команде? У нас где-то 8 человек, плюс QA, есть команда QA, занимается только нашим проектом. И другие команды, которые, скажем, команда баз данных, команда диплоймента, инфраструктуры, то есть много команд занимаются нашим проектом. В команде, в которой ты работаешь, ты знаешь людей, которые работают, вот пришли с джуниор-позицией и сейчас они занимают синиор-позицию? Их людей много и люди даже приходят не на джуниор, а на интерн-позицию, потом их берут на фулл-тайм и они становятся синиорами, да? В команде насколько такая дружеская атмосфера? То есть вот вы ходите на обеды, вы какие темы обсуждаете? Это рабочие или вообще ходите ли вы вместе на обеды? Ходим на обеды, но в основном нейтральные темы, ничего такого мы не обсуждаем. В России было лучше с этой точки зрения. Всегда интересно узнать, какие крупные компании известные, какие они дают бенефиты? Ну, помимо зарплаты, часто дается бонус, да? А что еще предлагает Тесла? Тесла предлагает зарплату, страховку медицинскую. Это отличается от контрактора и фулл-тайм, для фулл-тайм, я говорю. Страховка, акции. Потом там с акциями более сложная ситуация, я не сильно разбирался, но в нескольких вариантах акций. Есть возможность купить Теслу дешевле. Какая скидка у вас? Ну, 50%. Ты уже 8 месяцев работаешь в компании, и часто через полгода работы сотрудники начинают проводить собеседование с кандидатами. Ты проводишь собеседование с кандидатами? Я самостоятельно собеседование не провожу, но я как бы как второй человек нахожусь в кабинете. Как обычно проходят собеседования в Тесла, уже с точки зрения интервьюера? Ну, человек общается с несколькими людьми, как правило. Сначала собеседование техническое, потом с менеджером, и несколько людей принимают решения. Вопросы в основном по теме, то есть по технологиям, которые используются, алгоритмов практически не задают. Если задают, то это не обязательно. Не ждут от человека, что он будет отвечать на сложные вопросы. Просто смотрят, как он, умеет ли он работу делать. А если бы ты сейчас искал работу по какой-то причине, в какие три компании ты бы отправил свое резюме? Ну, вопрос по-другому я бы поставил. Я могу отправить любую компанию резюме, и практически получить интервью несложно. Я могу получить интервью и в Google, и в Amazon, и везде. Вопрос в том, что надо его пройти. Ну, хорошо, допустим, там три компании твоей мечты. Ну, я бы хотел сменить технологию. То есть я бы хотел пойти куда-то, где Java, где больше такого, Linux. Ну, это, скорее всего, большинство компаний здесь используют. Ну, конечно, если надо идти, то надо в хорошее место. Ну, вот Google, Amazon, Facebook. То есть крупные компании, а не стартапы? Стартапы тебя не привлекают? Нет. Дело в том, что оплата там в стартапах невысокая. Но они дают сток, иногда можно... Да, но я как бы новый иммигрант, у меня другие приоритеты. Ну да. Все, хотя очень многие здесь, в долине, мечтают видеть Илона Маска. Ты его видел? Да, видел. Ну, расскажи, ты просто говоришь. Я был на заводе, мы ходили, смотрели завод, и один из моих коллег говорит, смотри, Илон Маск. Я смотрю, и, ну, стоит человек как рабочий. Если бы мне не показали, никогда бы не заметил. Ну, вообще говорят, что Илон Маск работает по 100 часов и хочет работать еще больше, что он очень быстрый, что он очень требовательный. Насколько вот это отражается на работе разработчиков? Насколько много от вас требуют? Насколько быстро вы должны реагировать на какие-то там задачи? Насколько высокий уровень стресса, скажем так? Ну, уровень стресса низкий. Илон Маск, может быть, работает интенсивно, но вообще в компании есть планирование. То есть есть и срочные задачи, но их немного. В основном планируется работа и идет ритмично. То есть стресса немного. Ну, во сколько ты, например, приходишь на работу и во сколько уходишь? Чтобы мы понимали, может быть, у тебя уровень стресса, если ты работаешь с 8 и до 10 вечера. Нет, я работаю с 9 до 5, иногда до 6. Ты работаешь в компании Tesla, в которую мечтают попасть многие. Ты находишься в Кремниевой долине. И многие ребята, которые сидят по ту сторону экрана, скажем так, мечтают сюда переехать. Вот дай им совет относительно языка программирования, который ты бы посоветовал учить здесь, который пригодится, на который высокий спрос. Ну и там, например, по изучению английского языка, по подготовке себя в принципе к местному рынку, что ты можешь им посоветовать? Ну, язык программирования я бы советовал такой, за который платят. Это какой? Ну, я думаю, что это Java. Если бы я сейчас начинал как новый новичок, я бы изучал Java и сопутствующие технологии, не только язык, но вообще в этом направлении бы двигался. По изучению английского, я сам еще такой ученик английского. Но тем не менее, какие для тебя действенные способы? Первое, что я посмотрел, есть видео «Английский за 16 часов», прям так и называется, в интернете можно найти, очень эффективно. Я посмотрел раза 4 или 5, пересмотрел, ну и это база, которая отложилась. А потом, я не думаю, что из России можно эффективно учить английский. И все мое изучение я учил в школе, я учил в университете, я учил на работе. Это все очень неэффективно. То есть надо приезжать сюда и говорить с людьми. Что касается переезда, вот с какими сложностями, не относящимися к работе, ты столкнулся? У меня сложностей практически не было, потому что, ну я готовился к этому финансово. У меня были деньги, скажем, люди приезжают сюда вообще там с 200 долларов и как-то выкручиваются. Но я не работал нелегально, я не работал в пиццерии, я не работал на стройке. И как бы по этому поводу не могу ничего сказать. Сложность единственная английский, но первое время я жил в Сакраменто, в российском, украинском, молдаванском комьюнити. И, скажем, первые полгода я вообще не сталкивался с необходимостью говорить по-английски вообще. Такой вопрос. Если ты приезжаешь сюда и у тебя грин карта, да, ты ее пока получишь, у тебя нужно какое-то время прожить. Сколько нужно одинокому программисту без детей, без жены, приехав сюда в месяц денег, как ты считаешь? Ну, я думаю, вот для Силиконовой долины это будет где-то минимум полторы тысячи. Самая дешевая комната и только на еду, на проезд больше ничего. Если куда-то еще он приезжает, не в город, скажем, в другое место, то нужна машина. То есть машину купить это еще полторы-две, две с половиной тысячи. Спасибо тебе за сегодняшнее интервью. Пожалуйста. Очень полезное. Мы теперь знаем, как его работает в Тесла. Мы знаем, какие вопросы задают на интервью. На этом у нас все. Встречаемся в следующем выпуске. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok